Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы приручим дракона, побегаем на перегонки с котом, подеремся на мячах, поучаствуем в судостроении, поиграем в агрессивный футбол и пощупаем пиксельную RPG-шку. Поехали! Итак, драконы. School of Dragons — это название нашей первой игры на сегодня. И она снова по мультику «Как приручить дракона 2». На этот раз мы получили полноценную трехмерную RPG-ху с яркой графикой и возможностью поболтать со всеми, ну, вроде бы со всеми персонажами мультика. Здесь тебе предстоит тренироваться, летая на чужих взрослых драконах, выполнять задания и даже растить своего собственного маленького дракончика, чтобы он вырос сильным и послушным. Ну а там не стыдно и в онлайн выйти. Да, есть в игре и ММО-часть, где можно дружить и сражаться с другими игроками. Игра требует постоянного подключения к интернету, ведь она обновляется довольно часто. Появляются новые квесты и так далее. Короче говоря, штука клевая, советую. Вторая игра — Том и Джерри «Mouse Maze». И это, по-моему, самая ностальгическая штука, которую я видел за последнее время. Потому что как раз, когда мы смотрели Тома и Джерри, мы играли в игры типа Пахмана или Чип и Дейла. И вот сделали игру, которая и объединила в себе героев и игровую стилистику тех лет. Да, смысл просто как тапок. Мы играем за Джерри, который бегает по лабиринту из книжных шкафов и прочей мебели, собирая кусочки сыра. Здесь же и сам Том. Он гоняется за нами. От уровня к уровню становится больше ловушек, да и на помощь Тому приходят новые коты. Тоже, кстати, знакомые с детства. То есть это такой факмен про кота и мышь. Мне очень понравилось, и я советую всем, кто сейчас вообще понял, о ком и о чем речь. Следующим номером World of Warriors. Довольно занятная игрулина, скажу я тебе. Весь геймплей представляет собой атаки, основанные на квик-тайм-ивентах. Нам предстоит путешествовать по карте от уровня к уровню. И на каждой карте, конечно, надо кого-нибудь отмудохать. В принципе, идея не так уж нова, но реализована она тут замечательно. Так что для того, чтобы весело потренировать свою реакцию, самое оно. Потому что если хочешь сильно ударить врага, реакция должна быть весьма хорошей. Также заслуживает упоминание графика. Она тут мультяшная, яркая и в целом смотрится довольно клёво и необычно. В игре есть донат, и скорее всего ты с ним рано или поздно столкнёшься. Но получить удовольствие точно успеешь. Дальше игра Ocean Tales. Из названия можно было бы сделать вывод, что игра о море. Но вот нихрена. Большая часть геймплея представляет из себя типичную мобильную стратегию с небольшим налётом анимешности. Ты должен построить деревушку, чтобы добыть ресурсы, необходимые для постройки корабля. И скажу я тебе, это дело не быстрое. Пока свинки вырастут, пока картоха созреет. Нет, конечно поплавать по миру тоже можно будет. Есть даже баталии на море. Но по сути всё это только переход между локациями, где свинки и картоха. С игрой так-то всё в порядке. Вот только название ей не подходит. А так, кто любит мобильные стратегии, тем должно понравиться. Ну а теперь ещё одна забавная и оригинальная интерпретация футбола. World Sorcerer Striker. Смысл, в общем-то, закатить мяч в ворота соперника. Но вот как это делается? В каждой команде здесь всего по одному чуваку. И пинают они не только мяч, но и друг друга. Притом весьма активно. Даже кровушка слегка летит. На мой взгляд, получился очень занимательный аркадный экшен, который так и просится на игровые автоматы. Нет ничего заумного и напрягающего. Просто два чувака пинают друг друга. Ну и иногда попадают по мячу. В игре три режима игры. Аркада, турнир и бесконечный режим. Есть возможность менять своему чуваку шмот и даже простенький ролевой элемент в виде небольшой прокачки. На мой взгляд, очень годный таймкиллер. Скучно не будет. Это как в Тетрис играть. Ну и последняя игра. Енотия 3 Children of Carnia. Наверное, такой уж сегодня день. Но эта штука тоже анимешная и тоже вызывает ностальгические чувства. На этот раз вспоминается легенда о Зельде. Ну, ты сам видишь, здесь действительно есть сходство. Тут ты путешествуешь по миру с небольшим отрядом и рубишь всех, кто встречается на пути и ведет себя плохо. А это, в общем-то, вообще почти все. Тут же будут квесты, шмотки, уровни, скиллы, новобранцы в отряде. Короче говоря, РПГ как РПГ. С приятной пиксельной графикой. Которая хоть и простая, но хорошая. Тем более, что мир от городов до пещер довольно разнообразен. Короче говоря, я доволен. На сегодня, пожалуй, закончим. Написал и озвучил Петр Амортис. Нашел и смонтировал Николай Подгурский. Как всегда, ставь лайк и оставайся с нами. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!